МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочешь тренироваться и стать чемпионом? Построй зал сам и чувствуй себя как дома. Когда труд сближает людей, а неудобства закаляют их характер. Тайский бокс России в лицах. Артем Вахитов, Артем Левин, Магомед Зайнуков, Станислав Макеев, Виталий Манчур и Сергей Кубулов. В Омске открылась Академия тайского бокса. За этим событием бесспорно следила не только вся Сибирь, но и вся Россия. Почему столько внимания и какой путь пришлось пройти ее руководителям? Расскажем в ближайшие 25 минут. Решили сделать так, как в американских залах. Точечные светильники. Все по саннормам проходим уже здесь. На данный момент времени у нас отсутствует. Ковровое покрытие, ринг, мешки. Мешки будут на той стене. И функциональная зона еще не доделана. Ну, как бы, ребята рвались в бой. Новый зал. Старый их уже не устраивал. Пришлось переехать в стройку сюда. Вот. На данный момент времени решается, будет ли здесь ринг или не будет здесь ринга. Мы, может, сделаем здесь зону 3 ринга, как на озере Круглом. Это олимпийский объект в Московской области находится, где зона рингов разделена на 3-4 ринга. То есть канаты можно будет вставлять в стену, прицеплять и в свое время убирать, дабы сохранить пространство, то, которое есть сейчас. Ну, и первая тренировка, как вы видите, сегодня уже было проведено 3 группы. Детская, сборная. Ну, сборной, как таковой, нет. Мы совмещаем платников и бесплатников, потому что некоторые не могут вечером тренироваться. И вот вечерняя группа. Конечно, не все не в полном составе. Ну, ничего страшного. Я думаю, при таких масштабах мы в ближайшем месяце-полтора раскрутимся. Это будет бомба в городе Омске. Такого еще не было. Грандиозно. Хорошо, хороший зал. Сейчас обживем его. Новые люди придут. Посмотрим. Новые силы будут у тренера. Новый запал у него. Достатки Женя нового получит. Это будет классное место в центре города. Очень удобное местоположение. А давно не тебя встретил, ты перевозил вечер. Как часто ты здесь появлялся в октябре? Когда Касултан просил, я каждый раз по возможности отвлекался и помогал. Это в наших интересах. Как ты вспоминаешь здесь работать? Сейчас он белый такой чистый, а раньше это было так. Здесь был бардак полнейший. То есть по сути помещение все с нуля построено своими руками. Я у Италии тренируюсь уже порядка семи лет, где-то с десятого года. То есть начинал с ним еще с набережной, потом был Семпион, потом был Красный Путь. Сейчас здесь. И не планирую его оставлять, куда бы мы еще не переехали. Хотя хотелось бы уже остаться. Ну вот это вот, калейдоскоп этих зданий. То есть все, скажем, мест, которые, как бы, ну переселялся, да, вот это место как? Ну это самое бомбическое. Тут видно и по интерьеру, и по расположению, и по объемам. То есть здесь проект большой, у Султана потенциал большой. И я думаю, что все получится так, как он хочет. Ну это кардинальные, конечно, изменения в двух залах. Тот был очень маленький, грязный. Ну невозможно было практически там заниматься. Уровень вообще не тот. Ну, знаешь, здесь вот, допустим, стройка, то есть она носит не пешком на тренировку. Ну, конечно, как я мог не прийти на тренировки. Этот зал, конечно, кардинально отличает. Он уже зал мирового уровня будет наверняка в скором будущем. Сейчас я тебя по таким штучкам, которым ты еще не бил. Да, попробуем. Лево-лево кинь сюда, расслаблено. В стойку встань, лево-лево, лево-лево. Раз, раз. Расслаблено, надо по ним бить. Расслаблено, лево-лево. Раз, раз, правой. Лево-лево, правой. Лево-лево, правой. Еще лево-лево, правой. Расслаблено, расслаблено. Это не то, это не лапа. Если вернуться к твоей мечте, вот сейчас, да, обернувшись, скажем, на те залы, которые прошел ты, на те усилия, которые были потрачены, то, что сейчас вот ты имеешь, это большой, светлый, белый, пускай там с каким-то налетом строительства какого-то вот, с отсутствующими мешками, но все равно вот с каждой тренировкой я вижу, что больше, 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 больше людей. То есть вот как ты оцениваешь этот путь пройденный ход? Это хорошая школа. Был первый спортзал, был второй спортзал, третий, четвертый. Какая-то бумажная работа, не был договор, договор аренды составлен правильно. Учишься, на всем учишься. И в итоге там, грубо говоря, к концу жизни становишься умным. Народ прибавляется, сарафанное радио, сарафанное радио, вы меня знаете много лет, я никогда не давал рекламы. Никогда не давал рекламы. Один раз у нас была акция, мы что-то пошли с учениками по почтовым ящикам листовки раскидывать. Но это было около семи лет назад, когда еще первый спортзал был на арт-витрской набережной. Мы не даем рекламы, мы сами за себя говорим. Люди, которые у нас тренируются, знают, куда они приходят. Они не приходят в фитнес. И вот это вот становление, как бы, это не только моя мечта была, я скажу. Это была мечта Сергея Хубуова и моя. Так как мы очень много лет вместе, все прошли, я считаю, он очень хороший тренер, он мой друг, он мой брат. Я могу на него в трудную минуту положиться, уехать на соревнования, у меня, может быть, месяц не быть, оставить ему в спортзал, как бы, под его, даже несмотря на то, что он может поехать детей моих в садик забрать, понимаете, да? Такого человека очень тяжело найти, который будет вести и финансовую часть, и тренировочную часть твоего спортзала, составляющую. Вот так вот и работаем. Сергей, ну ты фактически здесь был бригадиром, и тут каждый день была очень большая масса народа, чтобы происходить. Ну, мы собирались в старом зале, здесь недалеко, минут пять ходьбы, собирались, встречались здесь, и у каждого была своя задача. Кто-то штробил стены у нас, то есть здесь же все в шпаклевке было, старая вот эта грунтовка, я не знаю, как это сказать. Кто-то носил, собирал мусор, таскали вниз, грузили уже в КамАЗы. Один тренер у нас постоянно наверху штробил, я, допустим, там таскал, Виталик у нас постоянно бегал, тут одновременно сразу ремонт шел. У каждого своя задача. Примерно, чтобы не соврать, полторы тысячи мешков, это было, ну, прям сто процентов, потому что у нас вот здесь вот была стена цельная, прям мы его снесли. И наверху, где сейчас у нас фитнес, у нас было четыре стены, четыре или пять, вот мы их сносили с третьего этажа, вниз потихоньку, потихоньку мы их сносили, и это было с октября месяца. Все довольны, потому что здесь присутствует большинство, процентов 90 тех ребят, которые участвовали с самого утра, и вот до шести вечера, потому что темнело, а света у нас не было, темнело быстро. Они довольны своей работой, можно сказать так. У кого была учеба, до часу, до двенадцати были на учебе, потом уже вне тренировки они бежали сюда, и до шести часов им, у них была задача. Внизу, допустим, собрался мусор, кто-то успел просто их грузить и выносить, но уже загружать в машины, которые должны были выехать до шести вечера, они не успевали, поэтому они бежали сюда и грузили, успевали, делали. Надо быстро бить и не сильно, понимаешь? Да, двигаться очень много надо бить, хорошо? Я понял косяк, я иногда в ногах заплетаюсь. Заплетаешься. Потому что меняешь стойку, вот у тебя пошла, раз, все, ты встал отсюда, нарвался на колено, понимаешь? Трудности, мне кажется, всегда в любом зале, вновь открывшемся, или уже давно открывшемся, какие-то трудности всегда всплывают. В этом зале стройка многих из нас объединила. Стройка многих из нас с учениками сблизу. Мы видим отношения, даже подростков, наши чемпионы мира, Эмин Жалилов, София Бахтерева, они присутствовали на стройке, они говорят, тренер, вам надо помочь. Они там ходили, шкурили, ходили, убирались, подметали. Когда ты строишь именно со своими силами, ну, это многое, что дает им в голове, вот это ты ощущаешь, вот это единство с залом, которое, что ты здесь частичку себя внес. Это круто вообще. И Виталий Манчур тоже молодец, и хочу его поздравить, и вас всех поздравить, ребят. Пользуясь случаем, хотим тебя пригласить, наш зал новый, потренироваться, провести мастер-класс. С удовольствием, с удовольствием посмотрим этот зал. Я думаю, там будет очень хорошо. Пользуясь случаем, хотим тебе, как герою нашей программы, презентовать фирменную футболку Бруталити. Спасибо. Прогласите еще раз вон. Спасибо, спасибо большое. Я буду носить с удовольствием эти мальчики. Бруталити, смотрите. Красоту. Теперь по пятницам. И снизу шаг... Вставай рядом. Смотри, снизу шагнул правой, и опять ударил правой. Левая под шагом. Раз, два. Раз, два. На ножках. Во второй части программы Артем Левин расскажет о том, почему нужно внимательно выбирать тренера и чем опасны псевдочемпионы. А Виталий Манчур объяснит, почему детям до 6 лет нельзя заниматься тайским боксом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ХПИАЙПИ ГОРОД ЗВУЧИТ Кузница будущих чемпионов. Как построить зал сообща? Продолжаем рассказ о важном для тайского бокса России событии. При уклоне не съезжает сюда рука, понимаешь? Не на прилавок выставляем. А вот мы раз и смотрим отсюда, чтобы она сыграла рука. Либо здесь защита, либо на корпус уже перевести. Мы сидели, нас обещали на стройку выделить. Кое-какие деньги. Стройка уже началась. Мы уже практически снесли все стены. То, что нам под силу на эти кулы ломать не строить. И как бы люди на момент начала стройки испарились. Будем так говорить. Они есть. Так как у меня лично хорошая, очень кредитная история, я позвонил своему банку, своему человеку, сказал, что у меня там по индивидуальным предложениям. Он сказал, у вас миллион. Мы пошли, взяли этот кредит и впулили его весь в стройку. Какие-то сбережения на машину откладывал я. Тоже все впулил туда, в стройку. Потом ребята из личных средств, Сергей, Ковосницын, Саша, вкидывали свои деньги. Тренируется человек у меня. Ребята, я могу вам с пожарной помочь. То есть уже минус какой-то нам по расходам. Хорошо. Помогли сделать пожарку. Второй человек пришел. Третий человек пришел, помог. Вот мы можем вам официально это столько стоит, а мы можем вам за столько сделать. То есть тоже по дружбе все очень много. Со светом нам, с электрикой помогли. Любое открытие спортивного зала, особенно если это зал тайского бокса, это дополнительный шаг до популяризации данного вида. Помимо того, что мы сейчас включили в реестр олимпийских видов спорта тайский бокс, мы уже в принципе можем увидеть где-то в олимпийских играх даже тайский бокс. Хотя бы уже данная мечта не является мечтой, а уже какой-то целью становится. Особенно для молодых спортсменов, которые приходят в зал. То есть они уже могут попасть на олимпийские игры в разделе тайского бокса. Хоть иначе не на 100%, но это уже как бы что-то осязаемое. Есть тренера, есть заслуженные мастер спорта, есть классификация спортсменов, классификация тренеров, какой-то регулярный календарный график, есть планирование развития федерации. Есть сама федерация во главе с Дмитрием Александровичем Путилиным, который немало делает шагов для развития нашего вида спорта в России. Я знаю там и Юру, и Виталию уже много-много лет, и они на самом деле и спортсменов, и тренеров сейчас потихоньку превращаются в спортивных функционеров, для которых, соответственно, ну, самое главное – это развитие вида спорта. Зная их отношение к работе, я думаю, что успех, он как бы неминуем. У нас сейчас в интернете, вот, открывается клуб там, тренирует тот-то, у нас открывается клуб там, у нас открывается сеть клубов, тренирует этот, беседа получилась. Напротив меня сидел человек, я не буду говорить имя, сидел человек, я ему как-то за разговор зашел, за тайский вуз, я ему говорю, ты кто? Он говорит, я чемпион мира. Нет, я говорю, кто ты? Он говорит, я трехкратный чемпион мира. Я говорю, нет, подожди, кто ты? Мастер спорта, кандидат в мастера спорта. Зная этот вид спорта, зная Таиланд, зная ты или иные моменты, что можно привести любой поезд в город Омск. Это хорошая реклама, это хороший пиар для человека. И дети вот с такими глазами идут потом на этих людей тренироваться, тогда как у человека нет никакого образования, и он не имеет права тренировать. Он не имеет права тренировать, работать с детьми. Он не имеет права брать деньги. Понимаете? Вот. А потом это все отталкивает. Есть такие предприимчивые ребята, чемпионы, которые придумывают себе какие-то всевозможные титулы, чемпионские пояса, потом проводят псевдо-чемпионские бои, защиты своих титулов, хотя такими не являясь, и просто, так скажем, разводят как публику, так и спонсоров, которых они привлекают для какого-то турнира. Разберись в ногах. Да, поехали. Раз, уклон, два, три. Расслабь ноги, ноги, расслабь, 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 Ты выходишь на ринг, тебя называют мастер спорта по тайскому боксу. Такой-то. Звучит? Звучит. А так ты выходишь, ты... Никто. А потом, получается, приводит мама вот такого сына, говорит, что-то он два года занимался, что-то у него успехов там нету, вот у такого-то как раз тренера, да, получается. Ой, вы знаете, я думаю, не я один, но я думаю, многие тренеры официальные, которые и в федерациях состоят, где-то в дюшках состоят, кто-то сам по себе тренирует, но, опять же, мое мнение, имеют право тренировать. К ним приводят людей из других видов единоборств, к ним приводят людей из их же единоборств. И приводят, например, с тайского бокса на тайский бокс. Вот мы тренировались там-то. Я смотрю, чему вы тренировались. Чему вы тренировались? Мы, говорит, с четырех лет ходим до шести, там они ударку там то и сё. Мое, опять, мнение, детям в таком возрасте нельзя давать тайский бокс. Можно физкультура, кувырки, вестибулярные мышцы, концентрация внимания. С этим работать. Тайский бокс нельзя давать. Вот ему ударили по голове. Мам, я не хочу больше на тайский бокс идти. Мам, я не хочу больше идти на бокс. Правильно. Человек не имеет нужного подхода, не знает нужного подхода к детям. Человек не умеет работать с детьми. Начинает навязывать свое. Думает, тайский бокс это круто, это драка, сейчас мы тут вас научим. Нет, детская психология это совершенно другое. Отталкивает, все. На единоборство ребенка больше не затянешь. Низко сильно. Или вот это. И пошел, пошел, пошел. Ты потерял соперника из виду. Ты потерял контроль над ситуацией, потеряв соперника из виду. Потерял контроль над ситуацией, нарвался на удар, проиграл бой. Понимаешь? Поэтому здесь ты вот, все задействовано у тебя. И отсюда у тебя уже все удары идут. Хорошо? Хорошо. Чемпион мира и мастер спорта международного класса Станислав Макеев покажет мастер-класс по тайскому боксу. А тренер сборной страны Виталий Манчур примет экзамен за два года у ведущего Бруталити. Как труд сближает людей и какие условия нужно создать, чтобы вырастить чемпионов? Продолжаем рассказ об Академии тайского бокса. Раз, два, три. Правая рука где? Сейчас получишь. И раз, два, три. Вот. Алейкум. Омс. Я очень рад, что вас не взял. Поздравляю вас. Хочу поздать от души. Виталий Манчур. Классный тренер по женщинам. Вот. Поздравляю. Героя богиня. Классный тренер. Существует вот эта проблема залов. Кузбасс показал заслуги? Пожалуйста. Дагестан. Их уже не могли пройти, да? Мимо них уже не могли пройти. Их знает весь мир. Их действительно весь мир знает. Спортсмены такие знаменитые. Дагестанцы заявили о себе. Пожалуйста. Небезразличное отношение к спорту. Он сколько заявляет о себе. Опять же. Возьмем все виды единоборств. Сколько заявляй, не заявляй о себе. Все одно и то же. Коту под хвост. Айс. Еще. Айс. Печень открыта. Расскажу один эпизод из жизни. Спортсменка такая. Она есть. Все. Василий Анастасия. Это моя первая ученица. Перешла с кикбоксинга ко мне. Мы поехали на мир. Писали официальное письмо от федерации. Тогда еще был президентом Кудринский Олег Владимирович. Примите долевое участие. Финансирование. Либо билеты, либо питание, либо проживание. Мне сказали, что не олимпийский вид спорта. Нет. Но привезите нам отчетность. В итоге Василий Анастасия выигрывает мир. И мы отчетность им не сдали. Так как я понимаю, куда и что это пойдет. Понимаете, да, проще я говорю? После чего она еще два раза выиграла Европу. Потом мы на Россию поехали. По-взрослому уже тяжелее стало выступать. И все. Она стала официальным членом сборной команды России, которую финансировала Федерация тайского бокса России. На уровне нашего Минспорта все гораздо сложнее решается. Все гораздо, знаете, как покрыто туманом. Нет денег, нет и не будет. Нет денег, не будет. Но есть достоверная информация, что они выделяются. Раз, два, поставочку сделал. Оп. Ошибка соперника после подставки переносит вес тела на переднюю ногу. То есть мне ничего не надо делать, так как взять твою ногу, подними ее чуть-чуть, и просто убрать в сторону. Ты под своим собственным телом упадешь на пол. Поэтому надо равномерно вес во время подставки распределять на ноги. У нас в регионе люди, многие обеспеченные люди, магнаты денежные, как бы, честно говоря, сматериться, не сматериться, вкладывают в такую *** деньги, в такую ***. Они приглашают тренеров с Москвы. Тогда как у нас такие специалисты в Омске просто погибают. А если бы эти коммерческие структуры завязались с нашими омскими тренерами, спортзальчик, не надо дворцов спорта, не надо миллионы, миллиарды туда вкладывать. Маленький зальчик. Недавно вышло видео ВКонтакте. Есов нуждается в помощи. Боксер. У нас тренер по боксу есть такой. Вот. Почему ему не помочь? Почему у меня тренировался человек, который раньше в зале, который финансировал рукопашку, кикбоксинг, бокс, там еще что-то, а тренировался у тайца в зале? Я даже не знал об этом. Понимаете? А тренировался все-таки у меня в зале. И вот у нас вот существует эта проблема. У нас многие вкидывают деньги не туда, куда надо. Еще. Раз. Еще. Раз. Никита хорошо бьет правой ногой. Многие люди думают, что по лапам надо бить сильно. Нет, лапы это для того, чтобы оттачивать технику. Хотите бить сильно, идите на боксерские мешки и там работайте. Раз. Хорошо. Мы заходим не в построенный зал для нас, а мы заходим к себе домой. Когда ты строишь сам, ты вкладываешь частичку себя, даже больше. Ты строишь дом. Практически второй дом для себя. Много залов, для которых знаменитых тренеров в Омске построили. Многие ребята переходят на другие виды единоборств. Со многими я дружу. Нет души. Нет настроения тренерского. Приходим, потренировались, ушли. Нет теплоты, отношений. Нет. Перемотайте камеру. Стой, стой, стой. Стой, поднимай переднюю ногу. Вот это ты не шагал. А вот это уже под шаг. Два года ты мне уже тренируешься, да? То есть ты считай, два сезона программы. А когда ты тренировался? Ну, скажем так, то, что было и что стало, совершенно два разных человека. Я очень рад, что Никита пришел ко мне в зал и познал истинный тайский бокс. Спасибо. Ну, так я. Здравствуйте, меня зовут Макеев Станислав. Я чемпион мира по тайскому боксу, ведущий тренер клуба единоборств Клаб-18. Сегодня у нас техническое действие. Прихват прямой ноги с контратакой. Мне поможет в этом Светлана, влюбрано чемпионка Европы, финалистка чемпионата мира. Задача следующая. Со стойки. Один атакует задней ножкой тыс, мы делаем прихват ноги. Прихват ноги двумя руками. Задняя рука снизу. Оттягиваем оппонента на себя, мы делаем шаг назад. Даем возможность ему провалиться, после чего контратакуем. Этой же правой задней рукой. Чуть оттягиваясь, добавляем удар ногой в голову. То есть два удара с правой стороны наносим оппоненту. Также через финт, через лоу-кик мы обманем оппонента и нанесем в прыжке удар рукой. Со стойки нанесли удар лоу-кик. Заставили оппонента поверить, что мы будем еще бить один лоу-кик. Показываем, выносим ножку, отдергиваем ее и в прыжке наносим удар рукой. Получается техническое действие. Если сделать это более быстро, получится следующим образом. Раз. Раз. То есть оппонент реагирует на движение ногой, а мы наносим удар рукой и наносим еще и в голову. То есть переводим с нижнего этажа на верхний. Учитесь, повторяйте, побеждайте. Увидимся в бруталике. Смотрите в следующей серии. Делаю мягушку. Я Джанеев Хаял. Специально для Бруталити. Делаю мягушку.